Стиминаш никогда не выиграл от Ерстин, но он делался партнерам лучше. Он привнес в NBA какой-то такой элемент романтизма, элемент комбинаций, элемент каких-то нестандартных решений, которые раньше не было в Лиге. И, наверное, поэтому он получил 2 MVP регулярного чемпионата. Чего нет ни у Эда, чего нет у Коби всего один титул MVP, а у Нэша их два. Это о чем тогда говорит его. Учитывая, что Нэш официально не заявил о завершении карьеры, то у его болельщиков, конечно, остается какой-то лучик надежды, что они еще смогут увидеть игру в исполнении этого канадского разыгрывающего Лейкерс. И, конечно же, если Лейкерс будет претендовать на высокие места, в чем я очень сомневаюсь, то Нэш, конечно, попробует выжать из себя остатки того искрометного баскетбола, который мы привыкли видеть в его исполнении. Что же говорить по поводу следующего сезона, то я бы оценил шансы на то, что он вернется, как очень минимальные. Те травмы, которые у нее есть, они не дают ему играть в полную силу. Даже, может быть, даже в полсилы не дают ему играть. Я бы его сравнил в чем-то с Джессом Манкидом. У Кида есть перстень. И мне кажется, что если бы, когда Кид уходил на пенсию, если бы у него не было перстня, то, мне кажется, он бы еще подписался за какого-то из контендеров, чтобы был шанс выиграть перстень. Но Нэш не такой. Мне кажется, что это не является главной целью и, в принципе, у него карьера удалась его. Для меня в какой-то степени именно баскетбол Стива Нэша заставил посмотреть на американскую баскетбольную лигу по-другому, заставил больше проникнуться.